Здравствуйте, мои дорогие зрители, мои любимые друзья! Сегодня необычайное видео, но для меня оно очень радостное, как может быть и для некоторых из вас, любителей старины, предметов искусства. Я очень скучаю по этим вещам. И вот новость. На заводе Кристалл, мой любимый блаженый рынок ретро, работает, как и многие магазины в этот период пандемии, работает онлайн. И если вы захотите, вы можете купить любые предметы, которые вам понравятся. Ну, там, конечно, обзор очень большой, но можно купить буквально все, позвонив предварительно специалисту, сейчас скажу, забываю, Нелли Оксяновой, и она вам ответит на любой вопрос, расскажет и, может быть, даже сделает что-то, или скриншот, или что-то такое, чтобы вы увидели эту вещь. Вот. На самом деле я подумала, что многим нравятся ЛФЗ предметы завода, и попросила сделать небольшое видео, ну, какой-то обзор ЛФЗ предметов фарфора. И для себя я попросила сделать небольшое видео о любимой моей кжели, потому что мне явно не хватает там несколько предметов, и вот я попросила, чтобы они для меня сняли. Но по кжели это будет следующий фильм, вы посмотрите. А сейчас я вот хочу сделать этот фильм. Там можно, в принципе, приобрести необязательно фарфор, любые предметы. Это могут быть и какая-то мебель, и, может быть, какие-то статуэтки, открытки, ну, и даже книжки. Можете выбрать любой способ доставки. Естественно, доставка будет уже за ваш счет, как и всегда это бывает. Но я думаю, что это в пределах определенной суммы, где-то около, я не знаю, 300 рублей будет, 270, 300, 350, не знаю, в зависимости от того, наверное, кто где живет. Ну, а я уже мечтаю о подарках. Решила обязательно побаловать себя любимую, потому что очень тяжело без магазинов. Я лично очень скучаю. Ну, и желаю вам тоже себе, а тем более, что у меня скоро будет день рождения, поэтому, ну, подарок хочу себе сделать обязательно. Вот вы видите, у меня сирень. Это мой друг продолжает меня баловать цветами. И вот хочу себя еще побаловать и другим. Я вам желаю всего самого-самого хорошего, чтобы вы могли доставлять себе радость обязательно, потому что женщине без этих каких-то мелких удовольствий очень тяжело. И предлагаю вам посмотреть обзор, как я уже сказала, фарфора ЛФЗ. До свидания, мои дорогие. До встречи. А я передаю эстафету Евгении Высоцкой. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы хотим сделать для вас обзор посуды фарфоровой марки ЛФЗ. Многие ее очень любят, поэтому просят у нас, чтобы мы сделали вам такой обзор. Я хочу вас познакомить с нашим экспертом Нелли. День добрый. Человек, который знает о фарфоре все. Ну, наверное, представлю вам в данном случае чайные и кофейные пары. Здесь нет полных сервизов, здесь отдельный разнобой, но многие коллекционируют именно в составе чашки блюдца, не более. В основе своей раритеты здесь каких-то нет. Довоенного ЛФЗ, к сожалению, сейчас нет в продажу, он достаточно быстро уходит. Декольные пары, тонкий костяной фарфор кофейки, классика жанра кобальт с золотом. Каких-то прям раритетных вещей, к сожалению, сейчас вам представить не могу. Но то, что есть, все в отличном сохране, нет потертостей практически, нет следов бытования. Сохран-люкс, то есть можно приобретать и пользоваться прямо сейчас. Среди этого, наверное, две коллекционные кружки. Серия была писателя Советского Союза. Здесь ручная роспись, ручная рисовка портрета, в данном случае Гоголь. Есть еще кружка шевчанка. В отличном состоянии, ни трещин, ни сколов, ничего нет. Золото на месте, золото не стерто. Цена 5000 рублей за кружку. Могу вас познакомить с сервизом ЛФЗ «Золотая осень». Классический рисунок, это еще с советского времени. Но, к сожалению, стали экономить более тонкое золото. В советское время она была шире раз в пять. Это кофейный сервиз, полный, на 6 персон. Чайные тройки, вазочки, под букетник. То есть полный набор, полный сохран. Состояние люкса, но, к сожалению, современное. Это уже не советского производства. Это императорский фарфоровый завод, но с маркировкой ЛФЗ. Соответственно, а-ля экспортный, то есть made in Russia. К сожалению. Кофейный сервиз называется «Вьюнок». Это советский ЛФЗ. Это первосорт с красным клеймом. Сравните ширину позолоты на современном и советском. То есть гораздо больше экономия в нынешнее время. Здесь ручная роспись. Здесь качественное широкое золочение. Более тонкий, более качественный фарфор. Следующий сервиз чайный. Тоже ЛФЗ. Тоже советский. 13 группа. Деколь, накатка. Здесь уже не роспись. Но очень интересный. Тонкий фарфор, практически прозрачный. То есть рисунок, в принципе, на просвет виден. Полный сервиз. Тоже на 6 персон. Чайные тройки. Достаточно недорогой. 8 тысяч рублей за полный комплект. И еще один в этой же витрине кофейный сервиз. Интересные формы. Не специфические для советских сервизов. Более такой в восточном варианте. Кофейник. Чайник. Потому что чашки не совсем кофейные. Чуть крупнее. Полностью ручная роспись. Широкая позолота советская. На ней тогда не экономили. Соответственно, чашки, блюдца. Все полностью расписано. Все очень-очень классно. Состояние люкс. То есть ощущение, что его пользовали. Если пользовали, то раза два в жизни. Вот. И хотела бы вам показать. Рижский сервиз. Часть сервиза, к сожалению, он не полный. Чистый модерн. Орнуво. С ручной росписью. Небольшая деколь. Довоенко. Плотная фарфоровая масса. Не специфичная для Риги, которая делала достаточно тонкие вещи в советский период. Вот. Наричайшая вещь. На самом деле, я такое увидела, в принципе, впервые. Для Рижского завода очень редкая вещь получается. Чашечки все с разным рисунком. Видимо, я так понимаю, было три разновиды чашек. Старые двоенные клеймы полустертые. Ничего страшного. Ни трещин, ни сколов, ничего нет. Хотя лет прошло уже очень немало. Порядка 80-90 лет этому сервизу есть. То есть здесь кофейник, здесь сахарница, здесь молочник и вот чайные пары. Но скорее, может быть, конечно, кофейник, но для кофейник он крупноват. А можно клейму посмотреть? Клейму старое, довоенное. Соответственно, это бывший кузнецовский завод. Кузнецов в Риге. Нынешний, соответственно, Рижский фарфоровый. Соответственно, помимо посуды, завод Ленинградский фарфоровый изготавливал очень большое количество фарфоровых статуэток, фигурок. Есть как достаточно широпотребные, очень тиражные вещи, так и более редкие. Есть каталожные. То есть, например, вот эта фигурка называется Африка. Она официально каталожная. Состояние люкса. Ни сколов, ни трещин. Ни реставрации там нет, не было и не будет. А цена? Цена здесь 5000 рублей. В принципе, недорого. Он встречается, но не совсем часто. Есть вот такой мишка. К сожалению, нет клейма. Он в каталоге числится. Это 30-е годы. Клеймо было надглазурное в свое время. То есть, оно, видимо, стертое. Мишка четко каталожный. Мишка известный. Ценником 10-13 тысяч рублей. В среднем. Хотя вот, к сожалению, единственное отсутствие клейма. Наличие клейма поднимает цену в тысячи до двадцати. Но по каталогу, по размерам, это именно тот мишка. Не новодел? Нет, не новодел. Это оригинал. Это старое ОФЗ. А здесь есть еще что-нибудь из ОФЗ? Из ОФЗ есть статуэтка балерина Галины Улановой. В отличном сохране. Хотя у них очень часто отбитые руки, пальцы, сколы пьедестала. Наборки юбки очень часто битые. Просто в отличном виде. То есть все целенькое, все живое, все родное. Известная фигура. К сожалению, сейчас не смогу вам сказать автора. Но это можно посмотреть. И все это есть в открытом доступе в интернете. Но достаточно дорогая. У нее был очень небольшой тираж. 21 тысяча рублей. Продолжение следует...